Тема 11. Внешняя политика России в XVIII веке. Параграф 1. Основные черты внешней политики во второй четверти XVIII века. Основные задачи внешней политики России во второй четверти XVIII века сводились к тому, чтобы сохранить и приумножить петровское наследие, не допустить территориальных уступок Швеции, оградить южные рубежи от татарских набегов, постепенно добиваться выхода к Черному морю, укреплять свое влияние в Польше. В первые десятилетия после смерти Петра I внешняя политика России становится, с одной стороны, менее осторожной и осмотрительной, приобретая подчас явные черты авантюризма, а с другой ориентируется на политический союз с какой-либо ведущей европейской державой, с тем, чтобы прочно интегрироваться в европейскую политику. По вопросу о Северном Причерноморье и Прикаспии, политика России состояла в акцентированном продвижении на юг, однако продуктивно провести ее в жизни не удалось. В начале русское правительство к 1735 году возвратило Персии и Петровские завоевания в Прикаспии, а затем в результате неудачных военных экспедиций в Крым и на территорию Дунайских княжеств лишилось возможности решить в свою пользу все вопросы о Северном Причерноморье. Эти земли по-прежнему принадлежали Османской империи. В отличие от Восточного, польский вопрос был решен быстро и эффективно в пользу России. Там в 1735 году королем становится сын старейшего друга России Августа 2-го, август 3-й, целеустремленно защищавший интересы России до 1763 года. Еще одна проблема была актуальной для России в рассматриваемое время — реваншизм Швеции. Используя временные внутренние противоречия в России и подталкиваемо европейскими дипломатами, Швеция пыталась вернуться на те географические пространства, которыми владела до Северной войны, но ее попытки ни к чему не привели. Параграф 2. Участие Российской империи в Семилетней войне 1756-1763 годы Главным внешнеполитическим событием второй четверти XVIII века стало участие России в Семилетней войне. Основной причиной войны была борьба Англии и Франции за колонии, а Пруссии и Австрии за гегемонию в Германии. Семилетняя война началась в 1756 году. Летом 1757 года в войну вступает Россия, дела которой поначалу шли удачно. Ее войска занимали всю Восточную Пруссию с Кенигсбергом. После взятия русскими Берлина в 1760 году Пруссии грозил полный разгром, но сознательная нерешительность сменяющих друг друга командующих русской армией не позволила это осуществить. Нерешительность была бы условлена ожиданием, а затем и воцарением на русском престоле Петра III. Ярый поклонник Фридриха II, он резко изменил позицию России в войне. В 1762 году русское правительство заключило мир с Пруссией, по которому возвратило ей все завоеванные территории. Однако несомненным итогом Семилетней войны стало ослабление Пруссии, усиление внешнеполитической зависимости Австрии от России и в итоге укрепление международного положения последней. Сложившееся в результате Семилетней войны новая расстановка сил в Европе позволило русскому правительству в последующие десятилетия активизировать внешнеполитическую активность в южном направлении. Параграф 3. Основные направления внешней политики Екатерины II. Во второй половине XVIII века внешняя политика России приобретает более активный и целенаправленный характер. Екатерина II продолжила, начатое Петром I, превращение России в империю. Хотя для России основными внешнеполитическими вопросами были турецкий и польский, Екатерина II не упускала возможности проявлять российские амбиции в более широких масштабах. Так, например, во время борьбы североамериканских колоний за независимость Екатерина отклонила попытку Англии использовать силы России для ведения войны в Америке. Более того, в 1780 году объявила о политике вооруженного нейтралитета. В декларации о нейтралитете провозглашалось, что всякое нейтральное судно имеет право на вооруженную защиту своего государства. Ответственность за насилие возлагалась на нападавшую сторону. К этой декларации присоединились почти все страны Европы. Надо ли говорить, что после этого Англия не стремилась к конфликтам с европейскими странами. США получили независимость, а Россия набрала еще больше дипломатический вес. Однако главные внешнеполитические интересы России все-таки лежали в плоскости русско-турецких отношений. На выполнение исторической задачи выхода к Южным морям были направлены лучшие силы государства. Тем более, что к активизации в данном направлении подталкивали также интересы дворянства, стремившегося к получению новых земель и потребности развивающейся промышленности и торговли. Две русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791 годов, благодаря мужеству русских солдат и талантливости полководцев и флотоводцев Румянцева, Спиридова, Суворова, Ушакова, позволили расширить территорию России на юге до естественных границ, Черного моря. Было ликвидировано Крымское ханство, постоянный очаг агрессии против русских и украинских земель. Ускорилось хозяйственное освоение юга России, Новороссии. В последний третий XVIII века одним из центральных вопросов европейской политики стал польский вопрос. Речь Посполитая переживала тяжелый политический кризис. Ослаблением Польши активно пользовались ее соседи Пруссия, Австрия и Россия, чьи монархи пришли к согласию в проблеме ее раздела. В течение 23 лет было проведено три раздела Польши. 1772, 1793, 1795 годов. Их итогом стало ликвидацией Польши как государства и вхождение в состав России правобережной Украины, кроме Галиции, и Белоруссии, а также Литвы и Курляндии. Идеи французского просвещения оказывали влияние на многих в России, в том числе и на Екатерину II. Она была подготовлена к возможным коллизиям во Франции и даже первое время не придавала особого значения начавшейся там революции 1789-1794 годов. Но известие о казни короля Людовика XVI потрясло ее, как и все монархические дома Европы. Россия разорвала все отношения с Францией. Внутри страны было запрещено распространение трудов французских просветителей, усилились репрессии против недовольных правительствам. Для подавления французской заразы готовился 60-тысячный союзный Россия, Англия, Австрия экспедиционный корпус под командованием Суворова. Однако польское восстание 1794 года, а затем и смерть Екатерины в 1796 году помешали проведению интервенции во Францию. Параграф 4. Внешнеполитический курс Павла I. Несмотря на объявленную миролюбивую политику, Павел I фактически продолжил начатую Екатериной II борьбу с революционной Францией в союзе с Англией, Австрией, Турцией и Неаполитанским королевством. Центральными событиями войны с Францией при Павле I стали итальянский и швейцарский походы Суворова и средиземноморский поход русского Черноморского флота под командованием Ушакова в 1799 году. Освободив Северную Италию, Швейцарию и Адриатическое море от французов, русские войска могли быстро развить успех при поддержке союзников, но таковую не получили. Быстрые успехи русской армии в Италии ухудшили австро-русские отношения. Австрийцы были совсем не заинтересованы в усилении русского влияния в этом регионе. В результате Суворов получил повеление императора Павла ввести войска в Россию. Союз с Австрией, а затем и с Англией был расторгнут. После провозглашения Наполеона первым консулом Франции в 1799 году и установления его фактического единовластия началось сближение России и Франции. Отношения с Англией напротив обострились, прекратилась торговля, был наложен арест на английские счета и товары, задерживались корабли. Велась подготовка к войне с Австрией и Англией. Планировался совместный поход русско-французских войск в Индию, но смерть Павла помешала осуществлению этих планов. французских в Индию, заставил французских Продолжение следует...